МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наконец-то все это закончилось, эта пандемия. Но, во всяком случае, хоть какое-то солнце даже проглядывает. Во-первых, очень рад видеть тебя. Мы так пообщались в разных режимах конференции. И, в принципе, это не прошло время даром. И федерации рады, что мы так активно взаимодействуем. Ну и потом, конечно, все это глоток свободы, уже все по-моему соскучились. Поэтому знаю, что ты постоянно координировал все олимпийское движение. Но, тем не менее, наверняка это были трудности. Как вам удалось все-таки это пережить? Нормально выглядишь? Хорошо? Спасибо большое, Олег. Спасибо за возможность оказаться здесь, на территории Минспорта. Место знаковое и культовое для многих поколений спортсменов наших. Конечно же, мы из-за этой пандемии коронавируса вышли более подготовленными, более сильными. Мы были, конечно, сильно огорчены известием о том, что Олимпийские игры будут отложены на один год. Для нас, для всех, для всего спортивного сообщества это было таким моментом разочарования, но который сменился тут же некой надеждой, которой вселилась информация, что, возможно, через год мы проведем эти игры. И вот на контрасте таких оптимистичных, я бы сказал, новостей мы прожили все эти три месяца. Безусловно, мы не останавливали нашу работу. В режиме онлайн у нас происходило очень много различных мероприятий. Мы были в полном контакте с Международным Олимпийским комитетом, с другими, с нашими партнерами. Мы старались поддерживать контакты со всеми федерациями, рееструктурировали наш бюджет, нашли возможность дополнительных доходов внутри своей организации для того, чтобы обеспечить комфортное участие наших спортсменов в следующем году. Ну и, собственно говоря, я вот смотрю на всю эту ситуацию с такой уверенностью, что грядущие игры, они станут своеобразным праздником для всего человечества с точки зрения победы над коронавирусом. Поэтому каждый из нас сегодня, кто в том числе пытается самоизолироваться, соблюдать социальную дистанцию, носить маски, в общем-то это люди, те, которые вносят посильный вклад, в то, что мы называем спортивным праздником. Ну, дай бог, потому что, конечно, спортсмены – это те люди, которые привыкли всегда добиваться что-то, работать, видеть результат. И я абсолютно уверен, это сделало еще сильнее. Особенно видел спортсменов наших олимпийских чемпионов, программы «Тренируйся дома», «Онлайн-тренировки». Еще, правильно ты сказал, сплотило сообщество. Были сомнения, что, конечно, функционально стали, может быть, слабее, или там какой-то период понадобится восстановиться, но то, что психологически стали сильнее, то, что еще больше поняли, что спорт – это радость не только для себя, а для тысяч миллионов болельщиков. Ну, онлайн-онлайном, тренировки онлайн – это, конечно, хорошо, но все спортсмены соскучились уже по централизованной подготовке. Не секрет, что централизованная подготовка является основой квалифицированной и эффективной подготовки к нашим основным стартам, к олимпиадам. Поэтому хотел бы спросить, что у нас происходит с нашими централизованными базами, когда мы все, так сказать, все спортивное сообщество уже попадем туда, и когда мы сможем пользоваться всем той инфраструктурой спортивной, которой, я хотел бы сказать, что можно гордиться. Не во многих странах созданы такие условия для сборных команд. И поэтому, когда же все-таки у нас будет полный доступ в спортивные базы? Такой вопрос, о котором переживали и к которому всегда возвращались, даже определенное давление мы, как ты знаешь, испытывали. Ряд федераций говорит, нельзя покидать базы, надо продолжать тренировочный процесс. Но я считаю, приняли правильное решение вместе приостановить работу, так как большим риском подвергались спортсмены, даже несмотря на определенную изолированность. Но практически на два месяца работа была приостановлена. И то, что буквально с конца мая мы такую работу возобновили на всех федеральных базах, более того, на региональных базах, это большой праздник для нас, для спортсменов, для тренеров. Буквально на прошлой неделе я был и в Новогорске, и на Круглом. Глаза горят у ребят, тренеры счастливы, говорят, да, действительно, правильно мы все поняли, пережили. Но ты сказал абсолютно верно, никто не оставлял ни на минуту свое любимое дело. Все анализировали, все делились и международным, кстати, опытом. Еще дальше больше интерес он вызвал, потому что, какая страна переживает этот коронавирус, да, как выходит, какое негативное влияние это будет иметь на календарь, на состояние. Базы вот начали потихоньку мы наполнять, уже заехали часть видов спорта. Конечно, они тестируются, конечно, они пока живут так, как рекомендует Роспотребнадзор, по одному, в социальные дистанции, но уже, повторяю, глаза горят, все, мы там, кто-то набрал чуть-чуть вес, да, кто-то чуть-чуть функционально в чем-то, повторяю, стал слабее. Но я думаю, это не только я думаю, тренеры все говорят, специалисты, максимум полтора-два месяца та же форма придет, даже в сложных координационных видах спорта. Думаю, вот к июлю мы практически полностью весь ресурс БАЗ будет использован. Ну, то есть, получается, что мы сегодня уже смотрим с перспективой на один месяц вперед, когда уже все будут сняты. Да, я надеюсь, не дай бог. Тем более, специфика разных видов спорта имеет свои особенности. Представителям одних видов спорта необходимо постоянное нахождение, так сказать, в условиях тренированности, высокого уровня тренированности. Какие-то виды спорта могут себе позволить комбинировать общую физическую подготовку и специальную физическую подготовку. И тем более, учитывая, что у нас время еще целый год до Олимпийских игр, я думаю, что можно все это сделать. Потом, ты как никто другой знаешь, цикличность подготовки. Понятно, Олимпийские игры – это вершина, это Олимп. Но есть международный календарь, который пока еще тоже не утвержден. И тренеры, выстраивая подготовку, они тоже пока не понимают, к какому времени надо в пик сформировать у спортсменов. Вот эта сложность, повторяю, так как мы в взаимодействии находимся, штаб у нас, я надеюсь, тоже в ближайшее время мы договоримся, должны его провести где-то в июле, когда уже какие-то сроки будут понятны. Но в целом оптимизм присутствует. Хотя, конечно, ты говоришь, Олимпийские игры, понимание, я надеюсь, что они, конечно же, состоятся. Я знаю, что Международный Олимпийский комитет, в котором ты практически на ежедневной связи, анализирует ситуацию в взаимодействии с оргкомитетом. Как ты считаешь, насколько большой урон вообще пандемия принесла Олимпийскому движению? Как это повлияет на подготовку к Олимпийским играм? Ну, нужно начать с того, что это у нас уникальный случай. До нас не происходило такого, что в результате пандемии отменялись самые крупные спортивные события четырехлетия. И, конечно же, для нас все, что происходит сейчас, это новый опыт. У нас не создано ни одного методического материала, каким образом действовать в такой ситуации. И понятно, что Международный Олимпийский комитет и Оргкомитет игр Токио 2020 находятся в точно такой же ситуации. Они все начинают действовать согласно ранее утвержденному плану, но с учетом новых вызовов, к которым относятся и дополнительные финансовые расходы, которые должны разделить между собой МОК и Оргкомитет Токио 2020. Это, в общем-то, есть определенные сложности, связанные с сохранением тех спортивных объектов, которые были подготовлены к Токио. И которые, к сожалению, не могут быть задействованы до того, как токийские игры через год пройдут. Я имею в виду, что график проведения всех соревнований, так же, как мы задействовали свои стадионы после Чемпионата мира по футболу, график задействован полностью. И поэтому в этой ситуации, конечно же, и МОКу, и Оргкомитету приходится не очень просто. И в последнее время, и оказывается в том числе с разных сторон, различное давление на эти организации. Но мне очень приятно осознавать, что вот эта ситуация, несмотря на всю ее сложность, она заставила все Олимпийское сообщество объединиться и оказывать друг другу, в том числе, посильную информационную помощь. Это я чувствую. Наши партнерские Ноки из различных стран делятся с нами информацией, каким образом они готовы выходить из этого кризиса, каким образом они организовывают свою работу на базах, каким образом они видят свое участие в играх. И поэтому я думаю, что так или иначе, мы создадим максимально комфортные условия для наших спортсменов. Мы, возможно, предполагаем, что спортсмены должны будут заехать в страну пребывания за год, за несколько недель. Возможно, нам вместе нужно будет пересмотреть графики заключительной подготовки к Олимпийским играм. Это все требует такого внимательного изучения. Но, тем не менее, остается фактом, что мы готовы поехать в Токио. Спортсмены готовятся, тренируются. И, в общем-то, у всех высокая степень оптимизма в связи с переносом этих игр, но с сохранением этих игр оптимизм присутствует. Мы поговорили о спорте высших достижений, а у меня вот такой вопрос. Вот массовый спорт во всех его проявлениях. Вы реализуете большой проект с привлечением как можно большего количества наших сограждан к занятию физической культурой и спортом. На твой взгляд, каким образом эта ситуация повлияла на граждан, которые занимаются массовым спортом? Ведь закрыты спортивные залы, спортивные клубы, бассейны. Люди долгое время оставались дома. Гиподинамия. Как это может повлиять, в том числе, на реализацию этого масштабного проекта? Конечно, здесь ни для кого не секрет. Мы о спортсменах говорили. Они имеют возможность централизованной подготовки, они понимали, к чему стремиться. Но миллионы людей оказались в очень ограниченных условиях, некомфортных условиях. Тем не менее, желание двигаться, заниматься спортом, оно, я считаю, абсолютно натуральное. Мы пытались сделать, я уже тоже говорил, через программы, онлайн-тренировки, но все равно, конечно, это не то. Данные ФЦИОМа показывают, что после пандемии 75% людей еще больше полюбили спорт. Все хотят заниматься спортом. Программа, о которой ты говоришь, национальный проект «Спорт. Норма жизни», он, конечно, нацелен прежде всего на то, чтобы создать условия людям близко к дому заниматься спортом, тем, которые они любят. Это и спортивные залы, это и фитнес-центры, это открытые площадки. В определенной мере, конечно, негативно повлияло. Повлияло в чем? В том, что чуть-чуть стали сдвинуты сроки строительства спортсооружений. Какие-то спортсооружения пришлось перенести в завершение строительства на следующий год. Но в целом, то, что касается обеспечения, материально-технического обеспечения сооружений, мы программу не срывали. Буквально неделю назад открыли бассейн в набережных Челнах. На следующей неделе также открываем несколько спортивных объектов. Но и дело не только в объектах, дело в том, чтобы вот эта программа, она реально была нацелена на максимальное привлечение интереса к занятиям спортом. Там до 2024 года мы планируем 500 физкультурно-оздоровительных комплексов построить. Ну и самое главное, есть интерес у людей к занятиям. Меня беспокоит, я думаю, не только меня, тебя в первую очередь. Ситуация, связанная в какой-то мере с подготовкой к Олимпийским играм, с нашими проблемами в рассмотрении дел в арбитражном суде, международном. Конечно, я надеюсь, я это неоднократно высказывал, что интересы чистых спортсменов должны быть абсолютно защищены. Интересы нашей страны тоже должны быть непререкаемы. Вот, надеюсь, что так и будет. Судьи должны, они же независимые, они должны принять независимые, грамотные решения. Знаю, что Международный Олимпийский комитет активно защищает олимпийские ценности. Это разбирательство между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством, в которой Олимпийский комитет является третьей заинтересованной стороной. Конечно, накладывает отпечаток на нашу работу, но не в части наших программ подготовки к Олимпийским играм. Это все у нас идет четко и по плану. Но мы уверены в том, что в качестве третьих заинтересованных сторон в настоящий момент выступает и Международный Олимпийский комитет, поскольку здесь напрямую есть, с нашей точки зрения, вмешательство в положение Олимпийской хартии, которое гарантирует права для всех чистых спортсменов участвовать без ограничений на Олимпийских играх. Какими бы ни были нарушения внутри определенных субъектов, это не должно касаться корня и сути Олимпийского движения. Это спортсменов, для которых все эти условия создаются. И вот мы в своей ежедневной работе вместе с нашими представителями в КАС пытаемся донести нашу позицию, в том, что спортсмены являются основной движущей силой и интересы защиты спортсменов являются приоритетом для всех нас. И в этой части, конечно, достаточно сложно прогнозировать исход этого дела, но переносится слушание на более поздний срок, на конец года. Можно только предполагать, что все заинтересованные стороны, все юристы, в том числе юристы, представляющие Олимпийский комитет России, они более мотивированы, более подробно подготовят свою позицию и представят ее в КАС. Я очень надеюсь, потому что то, что касается выступления наших спортсменов под национальным флагом, и то, что в ГИН страны звучал, страна сделала в последнее время столько, наверное, ни одна другая страна в мире столько соревнований, и Олимпийские игры, и универсиады, и чемпионаты мира, и по футболу, и по другим видам спорта. Вклад в развитие Олимпийского движения уж колоссальный. Все верно, Олег. Я думаю, эти аргументы, они как минимум должны принять от своего внимания. В нашей позиции мы не на йоту не отходим от того, о чем мы заявляли и публично. Мы основываемся на положениях Олимпийской артии главного документа, которым руководствуются все национальные Олимпийские комитеты. Национальный Олимпийский комитет России является полноправным участником Олимпийского движения, выполняет все свои обязанности и пользуется всеми соответствующими правами. Но, раз вопрос такой был немножко, так сказать, сложный, на сложный вопрос сложный вопрос, что будем делать с легкой атлетикой? Хотя атлетика легкая, вопрос, конечно, не легкий, но только вместе, я думаю, что и мы так и работаем все время, я очень рад этому. Минспорт, Олимпийский комитет. Легкая атлетика, во-первых, это наша гордость. У нее великая история у спортсменов, и тяжелый период, который вместе мы переживаем, требует, чтобы еще больше люди консолидировались. Здесь, конечно, есть юридический аспект, как ты тоже знаешь, есть аспект, связанный с развитием легкой атлетики внутри страны. И я рад, что, в принципе, Федерация сейчас очень активно работает и по антидопинговой пропаганде, и взаимодействия со спортсменами, взаимодействия строится, скажем так, с World Athletics. Но очень тяжело за одну секунду, знаешь, изменить ситуацию. Надеемся все-таки на конструктивные решения. И опять же, мы исходим из того, что самое главное – это спортсмены. Они, к сожалению, сейчас в нейтральном статусе, но уж большего наказания трудно, наверное, предусмотреть, как человек выступает, россиянин выступает как нейтральный. Это уже, я считаю, колоссальное давление. Уже часть спортсменов не выступили в Олимпийской игре в 2016 году. И, конечно, для них будет трагедия, если они не выступят. Будем надеяться на самый оптимистичный прогноз. Но все-таки Олимпиада без болельщиков – это не Олимпиада. Ведь праздник дарится, прежде всего, тем, кто на стадионах, телезрителям. А смогут болельщики попасть? Есть какое-то видение у организаторов, у МОКО, как это все будет организовано? Ну, нужно отметить, что Олимпийские игры, безусловно, это праздник не только для спортсменов, но и для болельщиков, огромной армии болельщиков. И, безусловно, сейчас на сегодняшний день очень большим вызовом для Оргкомитета является обеспечить безопасное проведение игр с точки зрения безопасности болельщиков. Я думаю, что болельщики однозначно будут на стадионах. Время еще достаточно большое есть. Уже в настоящий момент существуют некоторые программы вакцинации, когда, допустим, спортсмены или делегации из одних из континентов прилетают на другие. То есть необходимость определенной вакцинации существует. Я думаю, что в определенной степени программа вакцинации от ковида будет очень похожа на то, что сейчас сегодня существует. То есть уже, в принципе, для межправительственных, межграничных сообщений, конечно, уже платформа существует. И я уверен, что болельщики на трибунах будут. Я уверен, что для болельщиков это будет очень большой праздник. И, конечно же, то, что у нас сейчас начинаются соревнования, большие соревнования, наши стадионы пока будут заполнены всего лишь на 10%. Но я думаю, что это только первый шаг. Потому что все, что делаем мы, что делают спортсмены, тренеры, спортивные руководители, это в той или иной степени делается для огромной армии болельщиков, которые люди, которые интересуются спортом. И, конечно же, безусловно, без них этот праздник не будет таким ярким. Я смотрел первые матчи Бундеслиги. Ну, какое-то вообще такое очень тяжелое впечатление. Вроде они там бегают, какое-то эхо на стадионе стоит. Пройдет. Я тоже думаю. Пройдется. Ну, раз уж мы коснулись вопросов профессионального спорта, сейчас в последнее время очень много обсуждается тематика финансирования профессионального спорта. Не мог бы ты пояснить, что подразумевается под понятием профессиональный спорт? Каким образом вы видите перспективы финансирования вот этого большого, крупного направления? Здесь, Стас, ты знаешь, профессиональный спорт, определение в законе есть. Но иногда люди путают деятельность профессиональных клубов. И в основном часто вопрос именно поэтому адресуется нам. Как будет дальнейшее продолжаться финансирование деятельности профессиональных клубов, лиг, в частности, в футболе, в хоккее. Вот. Здесь вопрос очень сложный. Мы понимаем, что значительная часть из них получала финансирование либо из регионального бюджета. Вот. В значительной мере, конечно, за счет спонсоров. И пандемия, она серьезно внесла коррективы уже. Мы это знаем. Вот. Но мы знаем, что наши спортсмены, в частности, члены сборных команд, это тоже профессиональные спортсмены. Они также получают заработную плату. Они находятся на ставках практически все центры спортивной подготовки. Вот этот блок, он абсолютно не претерпит никаких изменений. Будет продолжение финансирования в тех же объемах. Это не только спортсмены, это и тренеры. Это все те, кто фактически задействован в подготовке членов сборных команд и кандидатов сборных команд. Поэтому я уверен, у нас финансирование определено. И эта статья не будет подвергаться никаким изменениям. Ну а вот, возвращаясь к деятельности спортивных, профессиональных команд, клубов, здесь, мне кажется, очень серьезно надо задуматься. Мы сейчас финализируем подготовку стратегии 2030. Без некой уникальной модели, национальной модели профессионального спорта очень тяжело рассчитывать, что она в том же виде будет функционировать в ближайшие месяцы или годы. И мы в этом отношении тоже и с континентальной хоккейной лигой работаем, и с Российским футбольным союзом, профессиональной лигой. Но пока такое решение 100%, что раз и все, мы с 1 января 2021 года начнем опять так же счастливо жить. Причем эти клубы очень отреагировали правильно, я считаю. Там был пересмотрен потолок заработной плат. Люди понимают, что они живут в сегодняшних реалиях. Мы же должны прекрасно себе отдавать отчет, что когда государство вкладывается в спорт высших достижений, в сборные команды, таким образом мы воспитываем не просто победителей или чемпионов определенных соревнований, но мы воспитываем некие ролевые модели для тех, кто сегодня приходит в детско-юношеские спортивные школы. Мы показываем возможности, возможности в том числе, как это всегда было, социального лифта. Это герои наши. И, конечно же, это в этом обязанность как государства, так и других организаций, общественных организаций, благотворительных организаций вкладывать в это. Правильно сказал, что профессиональный спорт фактически вершина пирамиды, а там основание этой пирамиды. Я тоже надеюсь, уверенность у меня даже есть, и то, что касается деятельности центров спортивной подготовки, региональных спортивных школ. Максимально правительство будет защищать интересы и не должны пострадать ни тренеры, ни организаторы этого. Я думаю, что в преддверии, так сказать, большого праздника Международного Олимпийского дня, Всероссийского Олимпийского дня, мы вместе с тобой приняли решение о том, что в этом году мы сделаем совместный выход из пандемии, из этой ситуации и проведем вместе большой наш праздник, День физкультурника, Всероссийский Олимпийский день 8 августа в Лужниках, в очной форме. Это будет, пожалуй, первое наше совместное за всю историю массовое событие, большое массовое мероприятие Министерства спорта и Олимпийского комитета. Ну и это будет неким сигналом о том, что солнце взошло, все-таки взойдет. Может, огонь тоже, как будто чашу зажжем там, сделаем некую традицию. Я тоже очень рад. Во-первых, рад, что у нас сегодня такие личные, очень комфортные отношения, дружеские. И у наших коллег, потому что коллеги все равно смотрят на капитанов команд. И сейчас наши члены команды работают сплоченно. Тем более, такие, повторяю, события. Скоро Олимпийский день, Международный Олимпийский день. А там задача, как Пьер Декуертен говорил, воспитание молодежи через спорт. И, конечно, День физкультурника, я уверен, подарит нам такую возможность встретиться, продемонстрировать, что мы вместе, что Олимпийское движение – символ, что спорт – это радость и норма жизни, как мы говорим. И начнем дальше вершить наши дела. Тогда договорились, матч состоится в любую погоду. Спасибо.